Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В Котельниче кредитный кооператив задолжал почти сотни пайщиков 75 миллионов рублей. По данному факту ведется следствие. Второе дело заведено на другой кредитный кооператив из Котельнича, который работал в других районах области. Его задолженность перед 55 вкладчиками около 60 миллионов рублей. Программа Экономика. Половина кировских предпринимателей пользуется упрощенкой. По данным налоговой службы за 2015 год в регионе таких было 48%. Эта цифра выше среднего значения не только по Приволжскому округу, где процент составляет 35, но и по России там 33%. При этом налоговая отдача от этих налогоплательщиков ниже, чем в других регионах. В Кировской области в 2015 году она составила 2,5%. Средний результат по России 2,7%. Сумма единого налога, который уплачивается по упрощенной системе налогообложения, в расчете на одного налогоплательщика, составила 66 тысяч рублей. В среднем по Приволжскому округу 71, а по России 92. Причину низкой отдачи налоговые органы видят в применяемых схемах минимизации налогов, пишет портал Айкиров. Аграриям выплатили 44% запланированных средств. В марте на реализацию мероприятий под программой развития АПК селянам направлено 833 миллиона рублей. Большая часть этой суммы, 675 миллионов, пошла на пополнение оборотных средств. Кроме того, в районы перечислены субвенции для возмещения затрат сельхозпроизводителей и организации агропромышленного комплекса за уплату процентов по инвестиционным кредитам. Это 158 миллионов из федерального и областного бюджетов. В завершении о валютах доллар и евро немного подросли. Доллар на 18 копеек. Он стоит сегодня 56 рублей 14 копеек. Курс евро увеличился на 8 копеек до 59,90. Ольга Болезина, Новости экономики в Кирове.